добрый вечер дорогие друзья приветствую вас сегодняшнем вечернем эфире исцеления я брат максим руководитель международной христианской группы миссии сообщества практиков молитвников веры божьей макси волчков слава свято христу и сегодня друзья я вам буду служить словом молитва исцеления соприкосновением славе божией и если господь будет давать пророчество буду говорить и прочие слова аллилуй слава тебе господь я благодарю тебя за эту привилегию служить имбран служить на следующем спасение служить тем чьи имена записаны на небесах я благодарю тебя за привилегию быть слугой людям ты поставил меня светильником для того чтобы я светил и я все цело отдаюсь этому свету я все цело отдаюсь для того чтобы передавать тот огонь веры стремление ожидания ту реальность божьей славы божьего присутствия аллилуйя спасибо господь спасибо иисус слава господу друзья присоединяйтесь к эфиру слава господу предвкушая сегодня день славы божий вечер исцелений аллилуйя слава господу бог великий бог славный бог могущественные ему слава вовеки аллилуйя слава господу друзья сегодня наш эфир идет на трех площадках это фейтбук youtube и instagram там где вам удобно присоединяйте и поэтому я приветствую всех находиться инстаграме всех кто находится в ютубе приветствую вас и все кто находится в фейтбуке приветствую вас слава иисусу христу слава господу слава божию за каждого из вас слава господу бог славный бог великий бог могущество его имя приводнесено его имя возвеличено аллилуйя бог чудный бог славный мы благодарим его за все благодарим за эту великую славу могущество любовь слава ему во веки аллилуйя спасибо господь спасибо иисус спасибо за цены за благодать которую ты открываешь на тебе вся слава тебе благодарность тебе бог наш царь наш спаситель слава тебе слава тебе господь слава тебе отец великий святой бог аллилуйя и только начинаешь эфир только начинаешь говорить и чувствуешь как божья слава божье присутствие начинает окружать тебя подыматься я чертю как но если бы правильно можно сказать как лампочка знаете как нить накала она начинает разжигаться вот эта нить вольфрамовая она начинает разжигаться если включить лампочку и замедленной съемкой посмотреть то мы видим как она начинает разжигаться 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 и вот так происходит когда ты входишь в эфир ты начинаешь разжигаться чувствуешь как помазание божье начинает подыматься внутри тебя аллилуйя слава господу спасибо тебе до бойladhil и combustи по тебе съем пощипу эти стены спасибо святой за благодать которую ты зардал нам танца аритом по себе на�то а и обойти советих하세요 спасибо святой слава тебе слава тебе вела славы тебе господь я благодарю тебя за каждого святого который ты собираешь деть на этом месте благодарю тебя иисус великий святой бог тебе вся слава тебе вся хвала тебе благодарность наш царь наш бог наш спаситель тебе 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 господь тебе иисус тебе драгоценный слава тебе и хвала слава тебе и хвала слава тебе и хвала великий святой бог поклоняемся тебе прославляем Тебя, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Иисус Великий, Святой, Драгоценный, Всевышний. Тебе, Тебе вся слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Драгоценный, А то, что Ты с нами. Поклоняемся Тебя, прославляем Тебя. Благодарю Тебя, Господь, Великий, Святой Бог. Аллилуйя Я не знаю, как вас зовут Написано Укен Казахстана Приведите свою дочь Алию Сейчас при экзекран Приведите сейчас Чтобы Мы могли помолиться за нее Чтобы слава Божия Прикоснулась к ней Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Святой Спасибо за драгоценность Спасибо всемогущий Слава тебе Слава тебе, Господь Слава тебе, Отец Наш Бог, наш Царь Наш Спаситель Аллилуйя Благодарим тебя Благодарим тебя Благодарим тебя, Святой Благодарим тебя, Иисус За эту благодать, которую ты раскрываешь нам Спасибо тебе, Отец Спасибо тебе, Святой Спасибо, Драгоценный Тебе вся слава Тебе хвала Тебе благодарность Аллилуйя Спасибо тебе, Иисус Спасибо, Отец Спасибо, Дух Святой Наш Бог Наш Царь Нас Спаситель Спасибо тебе за все Спасибо, Иисус Благодарю тебя Аллилуйя 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 Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, за любовь Твою. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, Дух Святой. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Той год, за Той, Господь. Я благодарю Тебя, и я прошу Тебя, Господь, путь помазания, которое ощутимо для меня, и очень сильный путь будет ощутимо для всех, находящихся сейчас в эфире. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя для всех собравшихся. И я верю, Господь, что Ты приводишь всех, кто нуждается сегодня в подкреплении, в поддержке, в вере, тех, кто нуждается в исцелении, в чуде от Господа. И я благодарю Тебя, Господь, что Твоя слава уже мощно идет в эфире. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Благодарю Тебя. Аллилуйя. И я благодарю Тебя, что прямо сейчас челюсть Елены освобождается. Уже прямо сейчас. Как будто покалывающее такое состояние, покалывать начинает. Спасибо Тебе, Отец. Сейчас идет прикосновение. Дорогой Иисус, благодарю Тебя. Наш Дарь, Наш Бог, Наш Спаситель. Тебе, Тебе вся слава. Тебе благодарю. Аллилуйя. Друзья, я сейчас, те, кто находится в Ютубе и Фейсбуке, я сейчас перезагружу. У меня немножко подвисает, поэтому я сейчас перезагружу. Спасибо. Спасибо. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Господь. Спасибо Отец. Спасибо Святой. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. За благодать Твою, за милость Твою, за любовь Твою. Тебе вся слава, Тебе хвала. Мы отдаем Тебе всю славу. Мы отдаем Тебе благодарность, наш Бог, наш Царь. Поднимается слава Божия. Я специально, друзья, включил такую пропитывающую музыку, музыка пропитки. Я, как вы, друзья, но чувствую такое небесное, внутреннее, мощное помадание силы, славы, вот сила, вот чувствуется, друзья, я не знаю, как это объяснить вам, но чувствуется одновременно любовь, Господа и сила его. И чувствую это, что сейчас просто вот атмосфера статического напряжения просто изменила. И чувствую, что сейчас вообще мощные вещи, даже, честно скажу, даже не надо особо молитву, особо про возглашение, но я чувствую внутри, я чувствую, и это сложно объяснить, это духовное чувство, как будто бы волна охватывает вас сейчас и поднимается внутри вас. Аллилуйя. Я вижу, как охватывает вот все тело, вот знаете, такое трепетное состояние, славы Божьей. Замечательно. Дорогой отец, спасибо тебе за то, что ты с нами, спасибо за то, что ты хранишь нас, спасибо тебе, отец, спасибо, святой, благодарю тебя, великий святой, великий драгоценный. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, Господь. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Господь. Я слышал, как Господь прикасается к Али. И Дух Святой говорит, я окружаю ее, я касаюсь ее, я касаюсь каждого находящегося здесь. Каждый подчерктует мое прикосновение, так я слышу от Господа, каждый в моих объятиях. Я каждого из вас люблю, и все вы для меня дети, возлюбленные дети, которых я возлюбил дороже всего, дороже ангел, дороже всех сокровищ земных, небесных. Он возлюбил нас. благодарю тебя. Благодарю тебя, Святой, сейчас идет прикосновение. Спасибо тебе, отец. Спасибо, Святой. Я слышу такие слова, я хочу к вам иметь любовь, я хочу иметь дружбу, дружба с Богом, дружба с Богом, дружба с Богом. Это замечательно. Дружба с Духом Святым. Он такой терпеливый, просто невозможно описать, насколько он долго терпеливый, насколько он любящий, и он совсем не гордый, он кроткий, он с нами здесь. Благодарю тебя, Господь. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, освобождается надежда от астмы, астма уходит, развязываются узлы на шее, освобождается алия от шизофрении. Прямо сейчас, волна сунами окунает алию, и все приступы шизофрении уходят, злых дух удаляются, вышли вон из мира, во имя Иисуса Христа, злой дух, безумие шизофрении, выйти во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Отец, я благодарю тебя за всех присутствующих, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Помазание Божьем, помазание Христа освобождает, измученных на свободу, уходит боль, уходит боль в шеи, уходит боль внизу живота, уходит боль в ногах, уходит боль в спине, прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Господь, я благодарю тебя, дух ничий, ты выходи из алии и больше не возвращаешься. Во имя Иисуса Христа, алия освобождается, она начинает ускоренно развиваться, начинает читать, писать, возрастать, Господи, лава Божья сходит из сердца естественно, наполняет алиюм. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, что ты с нами здесь. Друзья, у нас молитва за исцеление будет позже. Я хочу просто за тех людей, которые сейчас находятся в эфире, и тех, кто испытывает симптомы боли, чтобы боль ушла из вас. Отец, я благодарю тебя и прошу, Иисус, прикатнись ко всем, кто испытывает боль, кто испытывает немощь, прикатнись сейчас, прикатнись, драгоценный Иисус, ко всем, находящимся в экране, все, кто смотрит записи, кто, кто будет смотреть в эфире, во имя Иисуса Христа, дорогой друг, дорогой Иисус, я прошу тебя, коснись каждого находящегося здесь, и пусть исцеление, которое ты приготовил для них, возрастет. Благодарю тебя, Господь, великий и святой Бог, наш Царь. Спасибо тебе, Иисус, спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой. Прямо сейчас уходит боль, уходит немощь, уходит прямо сейчас, драгоценный Иисус. Благодарю тебя за исцеление. Спасибо тебе, Отец, спасибо тебе, Иисус, спасибо, драгоценный благодарю тебя за так, что ты совершаешь чудеса исцеления сегодня. Слава тебе, Господь, благодарю тебя прямо сейчас. Друзья, если вы просите за кого-то, положите руку на них, приведите этих людей к крану. Если это родные, близкие, муж, на, приведите их к крану. Отец, спасибо за то, что ты исцеляешь. Благодарю тебя. На каждую нужду приходит ответ. Драгоценный Иисус, я благодарю тебя. Наш царь, наш Бог, могущественным именем Иисуса Христа, прямо сейчас, уходит немощь, уходит боли, уходит в чистота, удаляется скверно. Во имя Иисуса Христа спазмы уходят, боли уходят. Сила Духа Святого помазания Иисуса Христа освобождает вас, освобождает и очищает вас. Дорогой Иисус, благодарю тебя, наш царь. Спасибо тебе, Иисус, спасибо Дух Святой. Прямо сейчас боли уходят, немощи уходят, исцеление идет, освобождение идет. Спасибо тебе, Иисус, благодарю тебя за чудо, которое происходит сейчас в эфире. Слава тебе, Господь, благодарна тебе, дорогой Господь, дорогой Иисус, тебе вся слава, тебе вся хвала, тебе благодарны наш Царь, наш Спаситель, наш Бог. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус, спасибо Отец, спасибо Дух Святого. Я благодарю тебя, что сейчас все силы Божьи касаются каждого и уходят немощи, уходят боли. И не только каждого, но и тех, за кого просят. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя, Великий Святой Бог. Спасибо Дух Святого. Кашель уходит, надморк уходит, простуда уходит, изжога уходит. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Божий огонь идет внутри тела. Аллергия и анемия уходят. Аллилуйя. Спасибо Тебя Тебя, Тебя. Спасибо Дух Святой. Боль в ногах прекращается и уходит. Во имя Иисуса Христа. Исцеляются сосуды, освобождаются колени, исцеляется голова от мигрени. Прямо сейчас температура тела опускается на уровень 36,6. Прямо сейчас жар уходит, воспаление уходит, охлаждается тело, кровяное давление приходит в норму, боль в сердце уходит. Я вижу, как Господь вытягивает Богу, как колючку из сердца. Спасибо Иисусу. Приходит легкость. И сейчас поправляется позвонок между лопатками исцеляет. Там боль была, и там сейчас что-то происходит. Бог исцеляет позвонки. Бог исцеляет тазоберенный сустав. Аллилуйя. Спасибо Господь. Спасибо Иисусу. Что-то рука Божья вошла в живот кому-то и что-то начала делать. Освобождение идет. Аллилуйя. Спасибо Отец. Спасибо Дух Святой. Кожа начала очищаться. Спасибо Иисусу. Спасибо Дух Святой. Благодарю Тебя Господь за исцеление. Спасибо Тебе. Исцеляется, освобождается суставы. Могущительным именем Иисуса помазание Духа Святого освобождает и исцеляет находящийся здесь в эфире. И я благодарю Тебя Господь за то, что ты касаешься многих. Ты отвечаешь на просьбу, на молитву, на желание сердца. Спасибо Тебе Иисусу. Спасибо Отец. Аллилуйя. Слава Тебе Господь. Слава Тебе Отец. Слава Тебе Святой. За каждое чудо, за каждое исцеление. И я благодарю Тебя Господь. Что-то в горле происходит исцеление. Здесь я вижу, здесь начало священие идти. Рука Господа исцеляет шею, горло. Возможно это простуда, или лимфоузлы, или ангина, воспаление уходит. Боль в затылке начала уходить. Звон в шуршах и начал исчезать. Спасибо Иисусу. Насморк уходит. Зубная боль прекращается. Спасибо Тебе Иисусу. Кто-то, у кого-то травма, последствия травмы, боли, сейчас Бог исцеляет от травмы. Спасибо Иисусу. Невралгия исчезает. Спасибо Иисусу. Желчные протоки очищаются. Спасибо Иисусу. Спасибо другу. Спасибо Господь. Благодарю Тебя. Сейчас я вижу, как сила Божия течет в теле и как будто бы в ванну погружается, кожа очищается. Я вижу, как кожа становится чистой. Сейчас идет исцеление. Благодарю Тебя Господь. Бог наш и царь наш Тебе вся слава. Тебе Иисусу. Мы благодарим Тебя Господь, что мы находимся в Твоем присутствии. Мы находимся в Твоих плавах. И как только мы подумали о Тебе, как только мы собираемся, мы перемещены в зал исцеления, в зал любви, в зал дружбы. Столы накрыты. Идет музыка неба. Столы накрыты. Бог приготовил для нас столы. Он призвал нас. Аллилуйя. Спасибо Ему. Спасибо Ему за все. Аллилуйя. Спасибо Господь. Благодарю Тебя Господь за исцеление. Аллилуйя. Слава Тебе. Спасибо Дух Святой. Спасибо Господь за каждое чудо, за каждое исцеление. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Прямо сейчас. Жить. Жить. Жить течет теле. Жить наполняет каждого человека. Божья присутствие, Божья слава наполняет каждого во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, Великий и Святой, Драгоценный Господь. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Верите, естественно, освобождается на восходящийся день. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, спасибо. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Отец. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Я вижу видение, как ваши руки начали красные, вот просто вот такие золотистые, свет такого золотого света. Просто светиться начали. Это сила Божия, это помазание Божие, оно действует в вас. Вы знаете, и вы можете сейчас, друзья, вложить руку на себя. Я сейчас вижу видение, и Господь показывает этим, что Он хочет, чтобы вы участвовали в освобождении, в своем исцелении. Вложите руку на свое тело. Бог сейчас хочет использовать ваши руки для вашего же исцеления, или для исцеления людей, которые находятся рядом. Просто я вижу сейчас видение, как ваши руки. Они начали светиться, как будто золото. И такой, знаете, переливающий красно-золотой свет. И вот такие, знаете, как будто раскаленные руки. Я знаю, сейчас многие испытывают жар, и вот как покалывание идет сильное. Ложите руку на свое тело, либо на ближнем, либо мысленно подлагайте на тех, о которых вы хотите, и хотатайствуйте. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Аллилуйя. Вы сейчас почувствуете, как через ваши руки, независимо от того, насколько у вас вера, независимо от того, какой у вас есть духовный опыт, независимо от ничего, просто делайте, отложите руку. Есть исцеление через послушание. Вот через слово знание. Я слышал, Господь говорит, пусть лужит руку на свое тело. И если вот у вас есть люди, которые нуждают выцеление, ложите на них руку. Или ложите вообще друг на друга руки. И вы почувствуете, как из ваших рук начнет выходить сила, выходить жар. И как будто вот иголочки, как будто такое еле-еле уловимое электричество. Знаете, как батареечки. Вот сейчас выходит, и я вижу, как сила Божья начала честь через ваши руки. Не надо просить сейчас за исцеление молиться. Дорогие друзья, если вы слышите, вы не просто слушаете, а вы еще и услышите то, что я говорю сейчас. Не надо просить молиться за исцеление. Выходите из религиозной формы. Мы здесь в этом эфире, для того, чтобы слышать Господа, быть направляемой Духом Святым, быть направляемой к Господу. Господь, Он по-разному ведет нас. И Он хочет укрепить вас в вере. Он хочет укрепить каждого из вас, что Он с вами, что Его сила пребывает в вас. Он хочет показать вам, что нету особенных людей, через которые происходит исцеление. Исцеление может происходить и через вас. Да. Браво Богу. Я увидел сейчас картину, как будто живот начал сиять светом. Из него лучи начали бить. Здесь нервная система, желудок, здесь дух. Душа находится, вот обычно говорят, за нервной системой. Она там, децентральный аппарат нервной системы. И просто свет исходит оттуда. Он лучит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Благодарю тебя. Аллилуйя. Друзья, если вы внимательны, делайте то, что я говорю, то, что я сейчас слышу от горбота. Используйте этот момент. Спасибо. Дух Святой. Благодарю тебя. Болегу тебя. Болегу тебя. Апи, елена. Миша. Ладно, басана. Ярама. Крура. Боледина. П�. Старая, на дух. Сараби. Айми, ва ля. Баха. Бхаби. Тих. Саладе. Джей. РАева. Лэем. Улара. Ванди. Ревзер. Сараби. Алла. Сараби. Лэси, ана. оттекает амадзер алинар в общей битвея лаве аренды ларь и виска сама и челару текущу лаба мэлэ алия веке лея ла битта литвы шалатэр атака а покула бьетте леба касты лебаку маргелла бастарова олия лебиар и тереба лачек и теребе а лебешки тереба шкаталава репеттэй баватт И я сейчас, друзья, вижу картину видения, как интересное видение путник идет по пустыне, у него полосок, полосок и жердов. И я сейчас, как помните, в Псалме написано, если я пойду в долину смертной тени, если я буду проходить, если я буду проходить долину смертной тени, здесь сказано, это пустыня. Там, где нет в жизни, и я вижу, как путник идет, и Господь ним рядом, Он его хранит, защищает. И я смотрю, путник идет смело, через пески, через жар, пустыня, а Господь хранит и защищает. Это и толкование иного языка, которое сейчас я услышал, я молился на языках, и мне Господь показал видение. И сейчас я слышу слово о том, что, смотрите, начала правая рука работать без боли, халявуя. Я сейчас, мне Господь показывает и говорит слово, я следую вместе с вами, я провожу вас и я храню вас, какое бы вы не вошли место, какие бы события ни столкнулись, вы путники, вы путники, вы идете, вы проходите, ведь путник не остается пустынью, путник идет для того, чтобы пройти пустыню, потому что он знает, что там за концом пустыни есть божественный оазис, и Бог ведет его. И я слышу сейчас слово обращено ко многим людям, я веду вас, вы как путники идете, и много разных ситуаций встречается на вашем пути, но я вас веду и провожу, не бойтесь, я с вами, это и толкование. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе, я благодарю тебя, Господь. Спасибо, Святой, спасибо, Отец, спасибо, Господь, путем множество чудеса. Следующая картинка введения, которую я сейчас вижу, сейчас Бог одевает нам ожерелье из жемчуга, светящийся ожерелье, вот правда одевается ожерелье, и это переливающие те камни, там не только жемчуг, он и белый, и сверкающие те камни, перемешку из жемчуга, и камни, и они сверкают, и причем цвет такой интересный, он бирюзовый и темно-бирюзовый, вот такие переливающие те цвета идут, я вижу, как сверкать начинает. Аллилуйя, спасибо, Господь дает нам это ожерелье, это принадлежность к роду, принадлежность к высшему роду. Спасибо тебе, Иисус, спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой. Друзья, держите руку, продолжайтесь, сейчас сила Божья идет через ваши руки, так Господь сегодня ведет. Аллилуйя, спасибо тебе, Отец. Я вижу, что чей-то позвоночник начал исцеляться. Спасибо тебе, Господь. Прямо вот искры пошли, вот как будто вот так вот, искры, искры идут, аж до шеи. Спасибо, Иисус. У кого-то боль в паху начал уходить. Слава тебе, Господь, благодарю тебя. Спасибо, спасибо, слава тебе, слава. Друзья, вижу видение, голубое, голубое небо над нами. Чистое голубое небо, светящееся, переливающееся небо над нами. Интересно видеть видение и одновременно, как тысячи огоньков, миллиарды звезд. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Дух Святой. Слава Богу, Эльвира, вы так же самое получили толкование, как и я, что мы путники, мы путники, идем в пути, а Бог с нами, Он ведет нас, Его посол в жертву подкрепляет нас. Спасибо, Иисус. Сейчас боль уходит из колена любви. Аллилуйя. Тебе, Иисус, Тебе хвала, благодарны. Всякая тревога, всякий страх уходят. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Я понял, значение ожерелья, которое сейчас Господь показывает, это как утешение души идет. Бог утешает души. Спасибо, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Держите руку, друзья. Люба, держите на Оле руку. Сейчас боль будет уходить из Оли. Спасибо, Иисус. Друзья, не забудьте о себе в данный момент. Забудьте вообще, насколько вы страдальцы, не страдальцы, сколько измучены, не смогутся. Смотрите только на Господа. Будьте в руках Господа. Дайте Ему ваши руки. Дайте Ему ваши сердца, ваши мысли. Дайте Ему ваше доверие. Спасибо тебе, Господь. Держите руки на своих ногах, на своих коленях. Дорогой Господь, дорогой Иисус. Я благодарю тебе, что ты используешь ручьи картами для того, чтобы совершать чудеса и слегка. Друзья, вы только присоединяйтесь. Вам надо с самого начала в эфире быть. Я говорю сейчас. Я говорю сейчас. Касайтесь, 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 касайтесь. Касайтесь каждого. Дух Святой, спасибо. Благодарю тебя. Витлана, мысленно. Ложите руку на спину Акаба. Мысленно. Пусть держите руку. Сейчас Господь использует ваши руки. Спасибо тебе, Святой. Я благодарю тебя, Господь. Пусть сейчас истолкование поднимется у многих. У многих, Господь. Пусть сейчас истолкование поднимается у многих. Знамена развиваются на ветру. Война готовится к битве. Решающая битва. Воины надевают свои доспехи. Они затягивают потуже свои доспехи, как раньше завязывали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Благодарю Тебя, Господь, наш Царь, наш Бог, Аллилуйя! И я благодарю Тебя, Господь, что приготовленные уже кони в битве, приготовленные колесницы, я благодарю Тебя, Святой, за эту силу, которую Ты готовишься проявить через каждое дно. Тебе вся слава! Тебе хвала! Я благодарю Тебя! Я вижу, как сверкать на солнце поднимается и начинает сверкать доспехи, отражения, блики. Солнечные блики идут от доспехов. Прямо слепляющие блики идут от воинов Божьих. Спасибо Тебе, Отец! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, Иисус! Сейчас! Укрепляется! Я вижу, друзья, как помазание Духа Святого укрепляет вас! Оно поднимает вас! Спасибо Тебе, Святой! Благодарю Тебя, Наш Царь, Наш Бог, за ту силу, за ту славу, которую Ты приготовил для нас! Тебе, Тебе вся слава! Тебе, Господь! Никаких препятствий нет! Я вижу, войско идет! Нет преграды! Они перебираются через реки! Они идут полями! Они идут пустынями! Они идут и не утомятся! И я не вижу утомления на их лицах! Я вижу просто сосредоточенные! Аллилуйя! Спасибо! Мужественные лица сосредоточенные, которые идут! Я вижу славу Божию! Которые идут открывать то, что Бог приготовил для ищущих, для всего этого мира! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Отец! И вот я вижу видение, друзья, нашего Царя! Наш Царь! Наш Царь! Аллилуйя! Слава Богу, Маринка! Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Спасибо, Отец! Спасибо! Слава Богу! Я вижу нашего Царя! Не хочу отвлекаться сейчас, друзья! Я вижу нашего Царя! Он впереди! Он на мощном белом коне! Он впереди войска! Он стоит и у него развивает... Знаете, как ветер развивает... Вот у него флаг какой-то, стоит влаги, как рыцарь, и развивается сейчас! Я вижу такую картину! Он смотрит вперед! И все войско смотрит на него, ждет его команды! А он стоит! И пока ничего, он просто смотрит вперед! Смотрит! Все ждут его команды! Спасибо тебе, Иисус! И я вижу, как конь под ним играет! Он на задние ноги встает! Это подготовка! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Я вижу, охватывает мне сейчас картина, видение показывает! Воинство Божие, оно... И мне нету числа! И просто... И оно без грани, просто... Всю весь горизонт этого войска стоит! Множество, множество! Множество! Слава Господу! Спасибо тебе, Отец! Спасибо, Иисус! И сейчас мне Господь показывает ближе визитальные лица людей! И мне Господь говорит, что в этом войске вы! Вы, ваши лица! Я не вижу конкретно лиц, но Бог говорит, это те, кто сейчас! Они те, кто в эфире сейчас! Они там! Я приготовил для них славу! Я приготовил для них силу! Я приготовил для них помазание! Я приготовил для них укрепление! Я нарядил их достаточным оружием! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Отец! Спасибо, Дух Святой! Наш Бог! Наш Царь! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Отец! Слава тебе, Иисус! Благодарю тебя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Отец! Спасибо, Иисус! Спасибо, Дух Святой! Благодарю Тебя, наш Сарь, наш Спаситель! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Наш Сарь, наш Спаситель! Интересно сейчас, друзья Я вижу, теперь Господь показывает мне ваши ноги Эти ноги, они облачены в какую-то обувь Она и мощная, и мягкая одновременно И она крепкая И я вижу свечение, которое идет из ног Вот просто Вот Вот цветящиеся ноги Спасибо тебе, Иисус Исцеление идет в ногах Исцеление идет в ногах Исцеление идет в ногах Спасибо, Дух Святой Благодарю тебя Наш Царь, наш Господь Наш Спаситель Тебе вся слава Благодарю тебя Благодарю тебя, Благодарю тебя, Господь Спасибо тебе, Иисус, спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой, спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой, Аллилуйя, тебе, тебе, тебе вся слава, благодарю тебя, спасибо, Дух Святой, спасибо, Отец, я благодарю тебя, что сейчас ты наполняешь силой твоей, укрепляешь каждого, в каждое обманерован достаточным количеством снаряжения у Божьего. Друзья, мне сейчас Господь показывает, что у вас есть Он, у вас есть сила, вы сильны в Нем, вы укреплены в Нем. Не доценивайте силу Божью внутри вас. Религия украла у вас откровение о Великом Боге внутри вас. Она украла это откровение. Возвращайтесь в откровение. Возвращайтесь в истину. Возвращайтесь в единство. Возвращайтесь в осознание Его близости. Забывая заднее, протираем все вперед. Забывая заднее. Мы еще только в начале пути. Мы еще только начинаем что-то понимать или познавать. Все, что Господь хочет показать нам, это то, какой Он в нас. Какой Он среди нас, какой Он вокруг нас. Это то, что Господь хочет тем временем показывать нам. Чтобы в наше мышление, в наше равное пришло это слово о том, какой Он в нас. Какая Его сила в нас, какой свет Его в нас, какое помазание в нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господи. Я вижу, друзья, как из вас вырывается поток света из ваших рук. Просто мощный поток света. Позавчера я проводил служение в комнате исцеления. И вышел мужчина, которого уже долгое время беспокоил астрахандрот. И ближайшие вот эти, он говорил, три недели у него острые боли. Он вышел вообще как робот, он не мог вот так повернуть. Все зажато, все острые боли. И я так скажу вам, друзья, в том, что когда мы подлагали руки на Него, мы призывали Божью благодать, силу, славу. Мы благодарили Господа. Мощный поток славы и цвет отошел. Я видел картины, как прожектора были включены на полную поверх голову. И люди, и некоторые в эфире видели мощный свет, мощный шар света. Из рук выходил поток света из тех, находящихся. Такой мощный поток. Этот мужчина получил исцеление. У него были вообще зажатое, все было, просто. И вот прошло буквально, ну, там, не знаю, 5-10 минут. И просто, пффф, это вышло из него. Потом я узнал, что, оказывается, он не совсем праведно живет. Хотя я принял Христа. Мощный поток славы. Мощный поток света. И сейчас это тоже происходит. Я здесь в эфире. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, наш царь. Во имя Иисуса Христа. Легкие сия ваши очищаются. Прямо сейчас меняются. Спасибо тебе, Господь. И я благодарю тебя, что даже операция отменится. Но ничего не обнаружит. Его легкие, чистые, здоровые. Это чудо от Господа. Это подарок ему. Спасибо тебе, Атея. Да, на видео есть вспышки света, Наталья. Это точно. Просто був-був. Даже видеокамера телефона зафиксировала. Видео вспышки. Это вы, вспышки. Да, это было мощно. И многие люди, говорят, просто находясь там. Еще излияние славы было очень сильно. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя за каждое чудо, которое ты приготовил для каждого из нас. За исцеления. За свободу. Спасибо, Господь. Я чувствую, как вот здесь движение идет. Просто как будто вот что-то одевает. Такое движение вот здесь над головой идет. Я думаю, вы тоже это чувствуете. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Великой Святой Бог. Благодарю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Господь. Наш царь. Аллилуйя. Елена, Катя, не бедная. Она богатая. Она богатая. Елена, Катерина, а вы... Сегодня я хочу поговорить вам. И не только... Почему многие люди... И такой эфир, почему многие люди не видят славу Божию? Или как увидеть умножение славы Божией в своей жизни? Как увидеть умножение и увеличение чудес в твоей жизни? Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Дорогой Иисус, спасибо тебе, что ты сейчас продолжаешь совершать исцеление. Дух контроля, выйди вон. Дух колдов твоей магии, гоняю тебя. Именем Усуса Христа, выйди вон. Я знаю, здесь есть люди, которые пришли в эфир. И вы не христиане. И вы что-то делаете. Вы встретились со Христом, который со мной. Бог вас любит. Сейчас Бог касается вас, светом. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Жить течет в теле, слава Божьим течет. Помазание Иисуса Христа освобождает измученных нас в свободу. Я разрушаю все тела дьявола. Я разрушаю все цепи в оккультной цепи в духовном мире вокруг вас. Мечом Духа Святого я свергаю всякое ярмо на вашей жизни, в вашей судьбе. Могущественным именем Иисуса Христа всякое обольщение, колдовство уходит, всякое искушение уходит, всякое рабство прекращается, всякая зависимость удаляется, нищета удаляется. И именем Иисуса Христа распадается цепи нищего, распадается цепи одинокого, распадается цепи немощного, распадается цепи смерти, рака, онкологии, распадается силы Господа. Распадается безденежным во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас распадается всякое иго, страха, беспомощности, обреченности, безысходности, могущественным именем Иисуса Христа. Свобода. Выходят, выходят, выходят. Я вижу картину, выходят. Решетки распахнулись, выходят, народ, выходят. Выходят из тюрьмы. Выходят. Выходят, я вижу танцами, выходят. Спасибо тебе, Отец. Прямо сейчас идет освобождение. Идет исцеление. Благодарю тебя, Господь. Могучительным именем Иисуса распадается дерьмо. Опухоли удаляются из тела. Лимфосистема исцеляется. Страх уходит. Беспомощность, чувство ограниченности, беспомощность уходит. Дорогой Иисус, спасибо. Благодарю тебя, наш Царь. Нас Спаситель. Тебе вся слава. Тебе хвала. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Благодарю тебя. Наш Царь. Нас Спаситель. Тебе вся слава. Тебе вся хвала, тебе благодарность, наш Царь. Аллилуйя. Тебе, тебе со слава, Господь. Благодарю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Благодарю тебя. Аллилуйя. Друзья, держите руки. Продолжай это исцеление. Рвота прекращается, у Никиты исцеляется. Спасибо, Иисус. Хорошо, друзья. Слава и Судах. Спасибо, Иисус. И если звук пропал на Инстаграме. Извините, друзья. Даже не знаю, что вам сказать. Работает Инстаграм. Все. Во имя Иисуса Христа звук приходит в Инстаграме. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Сахар опускается у Лены и больше не поднимается. Хорошо. Друзья, если вы сейчас получили исцеление во время такого действия Господа, напишите об этом. Прославьте имя Иисуса Христа. Прославьте имя Господа Христа. И те, кто послушали Слово и возлагали руки, напишите то, что вы чувствовали в этот момент. То, что вы чувствовали во время прикосновения. Друзья, не сорти. Не надо. Напишите то, что вы чувствовали в этот момент. я знаю, что многие получили исцеление. Спасибо, Господь. Хорошо, друзья. Хочу поделиться с вами с вами. Так что вы можете поделиться г 75-ми. Продолжение следует... Это Филиппийцам, третья глава. Филиппийцам, третья глава. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Прикосновение идет, жар идет от рук. Слава Господу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Друзья, я хочу сейчас, чтобы вы пока остановились писать просьбой молитвы, а послушали слово. Слава Богу, свидетельством можете писать. Филиппийцам, да, третья глава, первого стиха. Сегодня мы хотим, я хочу сегодня поделиться то, что Господь хочет, чтобы я говорил вам сегодня слово. И апостол Павел говорит, что Наконец, братья, радуйтесь, Господи. Мне нетрудно писать об этом еще и еще раз. Потому что это будет надежнее. Это будет для вас назидательно. Радуйтесь, Господи. Это будет для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь людей, делающих зло, берегитесь члена вредителей. Потому что, так как именно на самом деле являются обрезами, на самом деле мы являемся обрезами. Истинно обрезами это мы с вами. Поклоняющийся под руководством Духа Божьего, к валящийся Иисусом Христом и не полагающийся на внешнее. Смотрите, здесь внимательно, друзья. Друзья, вы не внимательны, что я сейчас хочу. Я хочу, чтобы вы пока не писали, а послушали слово назидание. Это очень важно для вас. Как раз слово это именно к вам и относится. И Павел начинает это письмо, этой третьей главы, вернее, начинает с того, что он говорит, берегитесь людей, которые пытаются вернуть вас в ваше прошлое. Которые пытаются вернуть вас в мышление вашей несостоятельности, мышление вашей неспособности и ограниченности. И здесь он говорит, что люди, которые говорят, нет, у вас ничего не получится, Бог не будет ничего делать для вашей жизни, потому что вы несовершенны, вы еще недостаточно обрезаны, у вас еще недостаточно формировался Божий характер, у вас еще недостаточно появилась вера, у вас еще недостаточно появились, ну, вы стали духовными. И много-много тому, что сегодня некоторые говорят, что вы еще не способны говорить слово Божие, вы еще не способны идти в свете Господа. И Павел говорит, оттерегайтесь этих людей, оттерегайте. И сегодня я хотел, друзья, поделиться о том, как возрастать в силе Божьем, как умножать Божье присутствие, как умножать Божью славу, как видеть больше чудес и как ходить в радость. Я уже говорил на многих эфирах и подтверждаю, что одна из причин нашего неустройства, одна из причин нашего духовного торможения, это наша постоянная попытка прыгать в прошлое, когда мы мыслим о прошлом. Вы знаете, интересно устроен разум человека. Разум человека запоминает все впечатляющиеся события, которые были в прошлом, как хорошие, так и плохие. И все события, которые были в прошлом, они пытаются смоделировать наши чувства и рефлексы в настоящем и в будущем. И дьявол это делает. Что было в прошлом, друзья? В прошлом мы жили, полагаясь на себя. Теперь мы встретились со Христом. Теперь мы встретились с Его силой. Есть четкая разделительная полоса между прошлым и настоящим. Прошлое – это то, где мы полагались на себя. Настоящее. Христос, уже не я живу, а Христос живет со мной. Но я скажу вам так, друзья, что в Царстве Божьем человек духовный, он постоянно живет в настоящем и будущем. В настоящем и будущем. Прошлое он доглядывает лишь для того, для того, чтобы посмотреть на то, что Господь сделал в прошлом, и восхищаться его работой. Очень важно, друзья, постоянно держать внутри себя связь с Господом. И даже если вы думаете о прошлом, то вспоминайте там, где Господь проявил свою руку и свое могущество и силу. И вы выжили. Вспоминайте об этих вещах. Думайте об этих вещах. Как только ваш разум, ваш ум уплывает, прошлое, где вы полагались на себя, остановите его. Вам не нужно искать ответы в прошлом. Вам не нужно пытаться решить что-то в прошлом. Оно умерло, древнего прошлого. Наше настоящее – это Христос. И благодаря нашему настоящему нас ожидает будущее. Какое будет настоящее, такое будет будущее. И если твое будущее, если твое настоящее, вернее, формируется из прошлого, из модели прошлого, значит, будет такое и будущее. Павел говорит, остерегайтесь людей, которые постоянно говорят и пытаются вам навязать мышление ограниченности, которые говорят, вы еще не способны, вы еще ничего не можете, вы еще недостаточны, вы еще слабы, вы еще немощны для Божьего работы, вы еще немощны для того, чтобы Бог проявлялся в вашей жизни. Оттергайте этих людей. Написано, истинно обрезанные, то есть заключившие завет Господа. Это мы с вами, который поклоняется под руководством Духа Божьего, хвалящийся Иисусом Христом и не полагающийся на внешне, который не надеется на плоть, который не надеется на свое мышление, не на свою силу, который не полагается на свои возможности. сегодня я общался с одной ситрой, она здесь, и скажу вам так, что у нее постоянная проблема с желчью, и в итоге ее удалили желчной, и удалили протонную, и постоянно проблема с желчью, сильно вырабатывается желчь, желчь, которая не регулируется, или плохо регулируется телом, и она уносит такой побочный, плохой эффект на всему телу. Почему? Это непрекращающая горечь сердца. Горечь, горький корень, горечь из сердца, который вырабатывает желчь. Как появляется горечь? Постоянно находясь в страхе. Откуда берется страх? Он берется, друзья, из нашего прошлого. Что у нас не получилось? Что у нас там? Что у нас там было? И этот страх пытается навязать нам состояние настоящего и прогнозировать нам наше будущее. Для духовных людей нет прошлого. Для духовных людей есть только настоящее. Это Христос. И будущее его слава. Я вам так скажу. Иисус Христос всегда в настоящем времени. Он всегда в настоящем. Завтра он будет опять в настоящем времени. После завтра, через год, через 10 лет. Он всегда в настоящем времени. Вот здесь Господь. Он пришел. Он сказал, не оставлю вас тиротами. Приду к вам. И обительство творю к вам. И если вы возлюбите меня и будете исполнять мои заповеди, то приду с Отцом Моим и поселюсь в вас, откроюсь, явлюсь вам. Что значит исполнять заповеди? Это значит смотреть на крест. Это значит смотреть на благодать. Это значит смотреть на Царство Божие. Это значит смотреть на Христа более чем на себя. Вот что такое благодать. Вот что значит его заповеди. Ведь все, что мы видим, что он делал, какова цель всего того, что он делал. Цель его была одна. Для того, чтобы проявилась сила Божия, сила Царства Небесного в нашу жизнь. Ведь мы пытались уже своими силами построить Царство Божие в нашей жизни. Мы уже пытались построить свою праведность, связость. Мы уже пытались уже самоспасение. Ничего не получилось. И Господь пришел в нашу жизнь только для одного. Чтобы мы прекратили самоспасение. И начинали жить согласно его благодати, устремляя его взгляд на него, выстраивая модель связями и тесни. Мы уже обрезаны. Мы уже совершены. Мы уже полагаемся на него. Аллилуйя. Павел говорит в 7-м птихе все то, что он достигал раньше. Он был фарисеем, он был высоким человеком, он был наученным многим законам. В Моисею он был научен учеником, был учеником Гамалию, очень известного учителя. У него были статусы, привилегии, он был эрудирован. Но он сказал, все то, что я делал в прошлом, извлекая собственную силу, я это посчитаю ничто. Потому что моя победа это Христо. Все это почитаю за ссор. Однако все то, что некогда было преимуществом для меня из-за Мессии, я стал считать недостатком. И не только это, но и все остальное считаю недостатком в сравнении величайшей ценностью познания Мессии Иешуя как своего Господа. Именно из-за Него я отказался от Его и почитаю за мусор ради того, чтобы приобрести Мессию и оказаться в союзе с Ним, будучи праведным не собственной праведностью, основанной на законничестве, но праведностью приходящей благодаря верности Мессии, верность Бога нам. Праведность от Бога, основанной на вере. Да, я от Сего отказался, чтобы познать Его, то есть познать силу Его, воскресение и участь Его в страданиях, преобразуясь в Его смель, чтобы достигнуть воскресение измерзья. Говорю так не потому, что я уже достиг что-то или приближусь к цели, нет, а по-прежнему стремлюсь к ней, в надежде приобрести то, ради чего Мессия приобрел меня. Устремляет цели к великой почте высшего звания Божьего Христе. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить? Если же вы иначе мыслите, то пусть Бог вам откроет. Забывая заднее, протираемся вперед. Братья, я не почитаю тебя за тишем, а только забывая заднее, протираемся вперед. Забывая, забывая заднее. Друзья, один из самых лучших рецептов постоянно жить переживанием настоящего времени. Каждый раз, когда мы просыпаемся утром, мы должны формировать внутри связь со Христом в настоящем времени, не принимая во внимание прошлое. Но если вы же и думаете о прошлом, только о том, как возвеличить имя Господа, потому что Бог совершил множество чудес. как видеть много чудес в своей жизни. Ваш ум, ваши мысли, ваши чувства должны постоянно находиться в связи с действием силы Божьей. Постоянно связи с тем, что Бог живет в вас и Он готов проявляться через вас. Постоянно связь с тем, что вы находитесь в сверхъестественной славе Божьей. Постоянная взаимосвязь силы Господа. Поете вы, поклоняете, прославляете. Постоянная связь с ним, с его присутствием. Это позволит вашим чувствам, вашим мыслям быть постоянно в ожидании его славы и готовности, что он будет проявляться. Почему многие носят в себя болезненность и немощность? И причина здесь одна. Вы живете в прошлом. Постоянно прошлое внутри вас, страхи, уныния, депрессия, это все постоянная связь с прошлым, мосты с прошлым. Вам нужно эти мосты убрать и жить в настоящем времени. Древнее прошло, в прошлом умерло, все, обиды, огорчения, отверженность, непрощение, все это в прошлом. Развивайте свой связь в настоящем. Настоящее время это Христос в вас. Уже не вы, а Христос в вас. Уже не есть самоспасение, а Христос спасает нас. Через постоянную связь со Христом настоящим будет сформироваться будущее, потому что ваши поступки, ваши слова, ваши действия всегда будут основаны на реальности Божьей сегодня. Сегодня он со мной. Сегодня его сила со мной. Сегодня небеса открыты. Сегодня великое изобилие славы и богатства на мне и на всех уповающих на его детей. Всегда, ежедневно мы переживаем его присутствие, мы переживаем его славу, и мы переживаем великое изобилие сегодня. И это не будет завтра, это есть уже сегодня. Вот вам, друзья, простой ресерс. Развивайте свою связь с изобилием славы, силы помазания сегодня. Это есть сегодня. Господь со мной. Однозначно Господь приготовил для вас чудеса, знамения свою славу, однозначно Он приготовил вам победу. И это будет происходить, как будто бы еще не произошло, но будет происходить в будущем, но это уже есть в настоящем. И эти события будут появляться в вашей жизни, когда у вас будет связь в настоящем времени. Со мной Господь. И не только со мной, с моей семьей, с моими близкими, моими окружающими, Бог с ними, потому что Он Бог со мной. И через это, друзья, у вас будет появляться очень сильное возбуждение веры, возбуждение Господом, и через это будет появляться движение силы. Почему многие находятся как будто бы немощные в вере? Какова причина немощных верь? Только вы сами. Не Господь, не дьявол, ни обстоятельства, ни препятствия, только вы сами принимаете решение, что вы немощные в вере. Это ваше решение. Для проявления славы Божьей, для проявления Его силы и славы нужна вера. Вера это сосредоточение, это концентрация нашего внимания постоянно на осознании присутствия Господа, Его силы, Его славы. Друзья, продолжайте молиться. Светлана, вложите руку на Тимура, держите руку на Тимура, и Бог будет и стрелять через ваши руки. Вы знаете, друзья, некоторым уже пора выйти из духовного младенчества, уже перейти к зрелости. Апотов Павел говорит, я постоянно стремлюсь к цели, постоянно стремлюсь к цели получить награду высшего, большего звания в Исоте Христе, постоянно стремлюсь, не считая себя достигшим, я постоянно стремлюсь еще больше поздновать горбота. Это есть понимание зрелости. Для многих, которые находятся в эфире, уже давно пора свидетельствовать о том, как вы служите исцелением, как вы освобождаете людей от духов, от болений, немощи. Но находиться в тюрьме немощи, в тюрьме трудности, это наше решение. Но некоторым уже нужно быть давно, перестать быть младенцем и идти вперед, устремляя вперед. Вот рецепт победы, рецепт умножения чудес. Забывая прошлое, протираемся вперед. у нас есть связь, мост. Вот видите, вот некоторые пишут сейчас, пожалуйста, помолитесь за разрушение проклятия. Вот о чем люди думают. Они думают не о Христе, который сейчас здесь со мной, они думают о проклятии прошлом. вот причина остановки поражений. Постоянно видеть себя несостоятельно, видеть себя проклятым. И через веру в том, что ты видишь себя проклятым, это происходит в твоей жизни. Для некоторых нужно разрушить связь прошлого. начинает смотреть на стоящее. И именем Иисуса Христа палец надежды исцеляется, гангрена уходит, инфекция уходит, палец становится чистым и здоровым. Спасибо Иисусу. Для меня, друзья, я постоянно я вот честно скажу, забываю, что было вчера даже, забываю то, что вчера каждый день, когда я просыпаюсь, я постоянно себя возбуждаю верой в славу Богу. Бог есть Бог в настоящем времени. Иисус есть для меня в настоящем времени. Не в будущем, даже не в прошлом. Хотя в прошлом многое есть, много чудес, но я постоянно думаю настоящим. Я возбуждаю веры от осознания того, что я постоянно переживаю славу Божию, я нахожусь славой Божией, я нахожусь под открытыми небесами. Я его сын, я его посланник, я его светильник, его присутствие во мне мощно и бит гранично. Я постоянно возбуждаю себя напоминанием этим фактом, этой реальностью. вы знаете, не всегда все у меня получалось, не всегда что-то происходило, но я забываю заднее, если я буду постоянно держать в твоей памяти ошибки прошлого, я не знаю, может быть, мои ошибки, может, ошибки других людей, может быть, так надо было, может, так не надо было, я не знаю, но я знаю о том, что какой бы у меня ни был вчерашний опыт, у меня есть настоящее, это Христос во мне, Христос со мной, Христос надо мной, он моя глава, он надо мной, я в его теле, я в его сердце, и он живет внутри меня, это мое настоящее, и каждый раз я принимаю решение жить в настоящем времени, фокусируясь на его силу и славу. Я помню, я, вернее, не помню, я скажу так, друзья, не всегда происходили исцеления, и кто-то умирал, но каждый раз, когда мне обращались люди с таким же диагнозом, я принимал решение так, как будто бы я впервые встречаюсь с этим, и не просто впервые, а со мной Христос, будучи не имея связи с тем, что когда-то что-то у меня не получилось, и вообще я стараюсь не держать своим разумом связь с тем, что у меня что-то не получилось, или не получалось, и даже, знаете, скажу вам, друзья, даже не держу связь с тем, что у меня что-то получалось, каждый раз, когда я принимаю решение, в сегодняшнем времени, я принимаю решение отталкиваться от того, что написано в Слове Божьим. Аллилуйя. И это создаёт для меня мощный трамплин действия. Я признаю себя благосовенным человеком. Не потому, что я что-то имею вокруг или не имею физического, материального. Я благосовенный человек, потому что, как написано в Писании, блажен человек, которому Бог не у меняет греха. Я благосовен. Я благосовен, потому что живёт во мне Христос. Я благосовен, потому что имя моё записано на небесах, и меня ждут буквально небеса. Я благосовен этим. Я благосовен Его любовью, Его милостью, радостью. Я благосовен Его мудростью и заботой обо мне. Я благосовен в настоящем времени. И это возбуждает мою веру, возбуждает моё упование на Него. И если даже проявляются какие-то ситуации, трудности, которые бы как бы напоминают нам, что о, какой-то ей проклятие. Нет никакого проклятия. Это фикция задняя, исчезло, древняя, прошло. Это то, что дьявол хочет, чтобы мы в это верили. И я говорю, во имя Иисуса Христа, я благосовен. И моя семья благосовен. И моё окружение благосовен. И я утверждаю это благодать. И говорю, дьявол, убирайте вон. Хватит портить воздух. Здесь. Здесь аромат неба. Проклятия, разрушенные на кресте. И я не принимаю, что есть против меня какое-то винпроклятие. Я принимаю факт, что я прощен, оправлен, искуплен и благосовлен, усыновлен через Дух Святой, через Христа. Аллилуйя. И это моё настоящее. И постоянно я живу и отталкиваюсь от этого факта. Тюрьмония разговаривала сестра, и она говорит, у меня постоянный страх. Я говорю, вы знаете, дело даже здесь не в бессе каком-то. Это ваш выбор. Это ваш выбор думать о прошлом. Я говорю, что страх – это модели прошлого. Откуда страх может взяться? Вот я вам такой приведу пример. Когда люди осваивали джунгли, там, где ещё никогда не было человека, то животные, которые жили там и встречали людей, они не убегали. У них не было страха перед человеком. Почему? Потому что у них никогда не было опыта в тричь. А убегали те, у которых был опыт. То есть животные помнили, что от человека можно ожидать, что угодно, что они могут попасть на обед человек. И у них был страх. значит, получается, что страх – это прыжок в прошлое, это мышление прошлого. А если убрать прошлое, если будет амниевие, не будет страха. вот наш рецепт, умножающий славы Божьей. Потому что вместо того, чтобы идти шаг за шаг вперёд, многие делают шаг назад. И поэтому происходит такое, как будто они топчутся на одном месте. Они приходят на собрание, их возбуждают верой. Христос во мне. Они, ух, закачиваются. И когда они возвращаются, они опять делают шаг назад. И поэтому и жить, топтание на место. Вместо того, чтобы видеть умножающую славу Божью. Я часто спрашиваю людей. Я вас каждый день говорю вам. На каждом служении вдохновляю идти служить. Возлагайте руки на больнице. Вас, Христос, вас силы, вас помазанием, с вами Господь. И когда я спрашиваю людей, скажите, засвидетельствуйте, что произошло в вашей жизни. Никто ничего не говорит, никто не поднимает рук. Почему? Причина одна. Делают шаг назад. О, кто я такой? Ой, у меня своих проблем хватает. Ой, я то-то-то. Человек живет, концентрирует внимание на своем угнетенном состоянии и на порабощении, признавая себя рабом, нежели сыном Божьим. Ведь это не просто слова, друзья, это действия и поступки. И если вы начнете хотя бы шаг за шагом делать, вперед, забывая заднее, вы увидите, как слава Божия, сила Божия будет все больше и больше проявляться через вас. Это то, что Господь приготовил для нас. Об этом Павел говорит. Он говорит, я был научен быть мудрым, искусным, фарисеем, законником. Я был научен всем законам. Я имел эрудицию, логику, я имел опыт, знания и, может, даже сказать, талант. Поэтому его и выделили. Но он сказал, оказывается, все это было продуктом моего ума. Это все ничто против познания Христа во мне. Когда я всецело отдаюсь Христу, я забываю заднее. Я вижу только Христа внутри меня. И тогда я протираюсь вперед, к высшей почте, к высшей цели. Потому что, когда перед нашими глазами Христос, тогда хочется идти вперед. Тогда хочется идти вперед. Когда мы не видим Христа, а не видеть Христа, это тоже выбор. Ведь он всегда с нами. И здесь дело не в том, что ты его буквально видишь или нет. Это слово говорит, что он с тобою. Это твое принятое решение, что Бог с тобою. Потому что он с тобою. Но ты можешь думать и принять решение, что его нет. И тогда ты делаешь шаг назад. Тогда ты будешь решать сам свои проблемы, саму праведность, саму спасение. Но когда перед твоими глазами Христос, это твой выбор, когда ты думаешь о нем, восхищаешь о нем, радуешь о нем, благодаришь его, тогда его сила начинает проявляться. И тогда благодать меняет тебя, благодать спасает тебя. И ты делаешь шаг за шаг на встрече с целью высшего почте и звания во Христе. Это наш рецепт, умножающий славу и силы Божьей. Но если мы признаем себя никчемными, неспособными, тогда мы делаем шаг назад и тогда мы топчемся на месте. И тогда жизнь человека превращается в постоянную попытку исцелиться. Но разве это Господь нам приготовил? Исцелиться в конце последней в духе твоей жизни ты исцелился и ушел на небе. А разве в этом наша судьба? А разве в этом наше призвание? Нет. Наше призвание, друзья, быть светильниками, быть посланниками, что мешает? Страх жить в прошлом. И это крадет откровение настоящего. Павел говорит, мы уже обрезаны. Все, что нужно было делать, уже делан самим Господом. Теперь нам нужно просто идти вперед, не оглядываясь назад. Но если ты уже хочешь думать о прошлом, то вспоминай о чудесах Божьих, которые Бог творил в прошлом. Аллилуйя. Даже если горечь во рту появляется, прикажи горечи уйти и принимай решение говорить о Господе, радоваться Господе и благодарить Господе. Противостань, поднимусь вверх. Вы знаете, друзья, страх – это постоянное движение мыслей. мы должны создать оппозицию. Оппозиция – это поднимать, это постоянно движущийся, вращающийся щит веры. Щит веры – оппозиция. Оппозиция. Мы пленяем помышление послушания Христового. Поэтому наша победа, наша вера – это постоянно работающий щит веры, который угощает мысль, угощает страх, угощает угнетение, депрессия, отчаяние, боль, беспомощность. И если тебя ситуация застала в ростов, лучше сделай вдох, выдох, успокойся и слушай Господа. И Господь направит тебя. Но не отчаивайся. Всегда всему радуйся и благодари Господа за его величие и могущество, которое приготовил для всех и ищущих его. Забывая заднее, протираемся в период для поднания гор. Поверьте, Господь приготовил 100% всем решение отличных вопросов. Но если вы живете в прошлом и горечи прошлого, тогда это будет постоянная атака в вашем теле. Это будет постоянная жить заложника. Заложник. Заложник ситуации. Заложник трудности. Заложник шума в левом ухе. Заложник. Знаете, друзья, я тоже иногда бывает испытываю немощь какую-то в теле. И я принимаю решение не засыкливаться на этом. Не концентрироваться, а идти вперед. Многие немощи ущедляют меня, просто даже без особых молитв. Почему? Потому что я постоянно привожусь, приняя свои мысли, что я светильник, я как горпот. Я чувствую, как только я принимаю такое решение, я чувствую, как сила, слава Божьей начинаю подниматься внутренне. Когда я фокусируюсь на горпоте Христии, когда я фокусируюсь на каких-то болячках, небощах, начинать еще сильнее болеть. Я начинаю пытаться их изгонять, разрушать, а но хирофор болит. И тогда я принимаю решение идти вперед и прославлять Господа, прославлять Его и благодарить. И я скажу друзьям, это начинает исчезать. Забывая заднее, простираем вперед. Это рецепт победы. рецепт умножения и Его чудес, и Его славы. Аминь. Это то слово, которое я сегодня хотел поделиться с вами. Об этом говорил апостол Паю. Он стремился к высшей почте. И даже как воскреснуть. он смелый был мужчина. Да, он и постиг это. Его убивали, и он воскресал. Он постиг многое. Благодаря неутомимому желанию забывать прошлое и идти вперед. Это важный принцип и победы и жить духовного человека. Аллилуйя. Это жизнь человека во Христе. Мы постоянно имеем связь настоящее и будущее. говорил это мост настоящее будущее. Не мост прошлого настоящего, а мост настоящего и будущего. Через это, друзья, умножение славы будет, умножение силы будет, и исцеление будет двигаться внутри вас намного быстрее. Аминь. Хорошо. Дорогой Небесный Отец, благодарю тебя, великий Святой Бог. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за то помазание, за ту силу, за ту славу, которую ты приготовил для всех ищущих. Я благодарю тебя, Господь, за сегодняшнее слово. Я благодарю тебя, Господь, за все чудеса, которые ты совершаешь. Спасибо тебе, Отец. Наш Бог. Слава тебе, Господь, и хвала. Не важно, что было в прошлом, важно, что происходит настоящим. Настоящим является Его слава. Каждый день, каждое утро, как мы просыпаемся, мы входим в славу Божью. Приходит чудо, приходит исцеление. Аллилуйя. Дух нечист и удаляется от Александра прямо сейчас. его кишечник освобождается. Во имя отсюда лета происходит реконструкция и атрофированность исчезает. Прямо сейчас дыхание становится свободным. Александр Саша А освобождается силой Духа Святого. Я благодарю тебя, Господь, за исцеление, которое сейчас начинает проявляться в нем. Аллилуйя. Дорогой Иисус, спасибо за все чудеса, за все исцеления. Спасибо, Иисус. Пимару исчезает из Михаила. Спасибо тебе, Отец. Александр исцеляется, свобода приходит. Эмридальная вина исцеляется с силой Господа. Дорогой Иисус, спасибо. Гриб уходит от Марка, кашель прекращается, приходит легкое дыхание. Благодарю тебя, Иисус. Спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой. Спасибо за твою славу, силу, могущество, за исцеление. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Отец, все сельства лишний вес уходит. Благодарю тебя, Иисус. Агрессия, экзема удаляет от Тимура. Я благодарю тебя за твое прикосновение. Через Нурью свет Божий вливается в Тимура, освобождает Тимура. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Иисус. Я соглашаюсь с вашим молитвом. Спасибо, Отец. Исцеление идет. Женки, органы, Марины, и горло исцеляется, чечет тело. Жилье приходит как сами. Давление у Елизаветы стабилизируется, духовное давление уходит, печенина очищается, позвоночник Тергея становится ровным, по имени Суд Христа с колес уходят. Онкология удаляется от пищевода Николая. Николай начинает принимать пищу, прямо сейчас не чистый дух, выйди вон от него. Онемение в руках у надежды уходит, ущемление прекращается, выравнивается позвоночник, шейный отдел, исцеляется Наталья, исцеляется Елена с простуды во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Дух Святого. Благодарю тебя за примирение. Мир приходит, слава Божия приходит. Бронхи, Татьяна, очистись, пищевод исцеляется. Спасибо тебе, Отец. Глаза Иосифа, я возглавлю на руки, на глаза Иосифа, освобождается и исцеляется во имя Иисуса Христа. Позвоночник Виктории выравнивается, кровь очищается, горло исцеляется. Освобождение и исцеление идет. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя, Господь. Имя Моста Христа, левая сторона Лидия исцеляется. Боль уходит. Давление у Ларисы приходит норма, ЖКТ исцеляется. Спасибо тебе, Отец. Исцеляется Евгений прямо сейчас. Кость руки срастается сверхъестественно и боль уходит. Благодарю тебя, Господь. Прямо сейчас освобождается Дарья от умственной отталости во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Спасибо Святой за исцеление. Благодарю тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа жить и чечет теле. Спасибо Дух Святого. Мария освобождается. Горло Татьяна Алексея исцеляется. Боль пене Юлия уходит. Исцеляется зубы. Прямо сейчас. папиллома на шейнина засыхает. Простуда уходит из Ирины. Примеряется Ольга с дочерью Аллой. Во имя Иисуса Христа. Атигматин оставляет Марину и уходит. Ферические тело глаза выравнивается. Исцеление идет. Дух Святого спасибо. Благодарю тебя приходит Свобода. Дух Паркинсона оставляет надежду. Тремор уходит. Гаймор у пазухи и Люды исцеляется. Инфекция исчезает. Мотопатия в груди и на талии засыхает. Уплотнение рассасывается. Исчезает. Спасибо тебе, Иисус. Близорукость уходит. шея алая исцеляется. Спасибо Отец. Новые зубы. Благодарю тебя, Господь. Бартиальная астма уходит из Николая. Легкий очищается, принимает Иисус со своим спасителем. Спасибо Отец. Спасибо Иисусу. Спасибо Дух Святой за каждое чудо, которое сейчас происходит. Благодарю тебя. Освобождается прямо сейчас. Карина во имя Иисуса Христа начинает развиваться ускоренно. Дух умственной отталости уходит. Аутин изгоняет прочь из Русланы и Лизы и исцеляется разум детей. Душа Тараса освобождается, принимает Христа. Легкие Лены становятся чистым, очищаются во имя Иисуса Христа. Спасибо Дух Святого Благодарю Тебя за каждое чудо, за каждое исцеление. Аллилуйя, Аллилуйя. Дорогие друзья, слава Богу, мы уже скоро заканчиваем эфир. Если вы получили исцеление во время эфира, напишите об этом свидетельство. освобождается Дмитрий от диабета. Отец, я благодарю Тебя, жизнь Божьей, течет теле Дмитрия. Удаляется все последствия диабета. Гангрена на ноге рассасывает и уходит. И снимается диализ почек, освобождается от духа немощи. Во имя Иисуса Христа. Властью Сына Божьего изгоняет диабет. Выйди вон из Виктора. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Диана просыпается, приходит пробуждение от сна. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Правое предсердие азата исцеляется. Спасибо, Господь. Анзор получает работу. Спасибо, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Воспаление уходит, астрахандроз рассасывается и исчезает. Зрачок галины исцеляется, правый глаз становится чистым. Освобождение и исцеление идет. Спасибо, Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо. Приходит мудрость Ольге решения вопросов. Божья защита, охрана. Дети остаются с матерью во имя Иисуса Христа. Бактерии удаляются от Ирины. Спасибо, Тебе, Отец. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя. Рассеянный стрелорок исчезает из Ольги. Миалин появляется. Демон выйдет вон из нее. Спасибо, Иисус, за исцеление Инны. Сердце, позвоночек, мышцы Степана очищаются исцелять. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Миндалины гланд исцеляются. Танделит уходит из Александра. Прямо сейчас Божий присутствует. Огонь идет в теле. Немощь уходит. Давление кровяное в теле надежде Анатолия восстанавливается. Ипертония уходит. Почечное давление удаляется. И брадиокардия прекращается. Аллилуйя. Друзья, если у вас есть свидетельства, особенно в начале эфира было такое мощное движение, я знаю, что многие получили исцеление, напишите то, что вы ощущали, чувствовали, напишите свидетельство, какое вы уже имеете. можете с прошлого эфира написать так же. Отец, благодарю тебя за исцеление Нины. Все последствия инсульта уходят, паралич уходит, освобождается Нина силы Господа. Жжение языка уходит у Глории, сердце освобождается, сердце успокаивается, тахикардия уходит, прямо ощущается, ритм сердца стабилизируется. Аллилуйя. Рвота прекращается у Валентины, токсикация исчезает. Спасибо Иисусу. Челюсть Елены исцеляется. Елену, вы писали, что у вас была боль во имя Иисуса Христа. Челюстная коль двигается и выравнивается прямо сейчас. Хруст прекращается. Спасибо Иисусу. Олимпоузлы Тадьяны исцеляются, страх уходит. Спасибо тебе отец. Рука Ярослава восстанавливается и растяжение, последствия и растяжения исчезает во имя Иисуса Христа. Спасибо. Грибок в теле уходит. Боль прошла. Боль в левом предребере у Людмилы уходит. Жить ищет теле. Ущемления прекращаются. Спасибо отец. Спасибо Дух Святого. Исцеляется позвоночник Андрея во имя Иисуса Христа. Выравнивается спина. Исцеляется Дух немощи. Выйди против него. Спасибо Господь. Ангел Божий касается его. Присносит новые позвонки. Спасибо тебе Иисусу. Правая нога Карина Иисцеляется во имя Иисуса Христа. Боль и вся причина уходит. Благодарю. Спасибо друзья. Вот свидетельство пишут. Благодарю. 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 эфира получила простуда от простуды исцеления. Ольга. Во время сегодняшнего эфира прошла боль в горле и навморк исчез. Супер. Ина пишет молились в прошлый раз за сына и он быстро исцелился. Легкость теле пишет Елена. Слава Господу. Спасибо Дух Святой. Шум в голове у Нины исчезает во имя Иисуса Христа. Травма от суставов исчезла. Воследствии травмы исчезли после операции. Слава Господу. Спасибо Иисус за чудо. Ушла головная боль и боли шеи у Аллы. Слава Господу. Во имя Иисуса Христа освобождается Валентина от духа колдовства. Раны на теле заживают и боль в спине уходят во имя Иисуса Христа. Бессонница уходит от совет курс депрессии уныния удаляется. Благодарю тебя. Во имя Иисуса Христа благословляет Гюлизар исцеляется во имя Иисуса Христа. Спасибо Иисусу. Боль у Лидии уходит. Ушла боль у Лидии. Аллилуйя. Спасибо Иисусу. Татьяна пишет, когда касался Господь рук, жар был. Слава Иисуса Христа. Благодарю тебя. Я высвобождаю сверхъестественную благодать для роста Иакова. Во имя Иисуса Христа Иакова, сын Любы, начинает расти, возрастать сверхъестественную на 10-15 сантиметров он вырастает во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Хорошо, друзья, слава Господу, слава Иисусу Христу. У нас два часа эфир, мы стараемся больше двух часов не делать. Слава Богу за ваше свидетельство. Спасибо вам за то, что вы присутствовали, участвовали в эфире. Слава Богу. Я знаю, на самом деле пишут всего лишь можно сказать 10% людей, остальные просто принимают исцеление. Я знаю, что Господь сейчас очень много исцеления сделал и ослышает от Господа. И слава Богу. Друзья, не молчите, свидетельствуйте, пишите комментарии под этим видео. Свидетельствуйте о том, что Бог был милостем. Слава Богу. Правое колено Ирины исцеляется, и глаза восстанавливаются. Боль уходит из правого колена во имя Иисуса Христа. Во время прошлого эфира уснула, простуда исчезла во время сна. Слава Богу. Чай остался горячим. Ага. Вот. Анна пишет, что у нее был высокий уровень сахара в крови, и после молитвы на следующем тесте показал, что сахар в норме. Супер. Иисус, спасибо. Я благословляю Анну, я благословляю плод ее, и я благодарю тебя, Господь, за благодать, которая будет в развитии плода, и Анна родит свое время быстро, безболезненно, полноценного ребенка, без каких-либо отклонений во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус, за Твой свет. О, я видел, Господь коснулся живота Анны. Прямо жар пошел у вас. Когда держала руки на коленях у мужа Баулина, исчезла боль правой ноге, а руки сильно отяжелели. Ага. Вот Петр пишет, что дочь Ирина долго страдала радикулитом, и три месяца назад, когда помолился, она получила исцеление. И уже три месяца без боли. Супер. Спасибо, Иисус. Ох, как круто видеть присутствие славы Божьей. Благодарю, мама получила исцеление в горле, когда возложили руки. Супер. Я вам скажу, друзья, сегодня, если вы в вере делали то, что Господь сегодня говорил, все получат исцеление. Вот все, кто держали руки, вот тех, кто послушан, Духу Божьему, вот вы все получили исцеление. А проявится может не моментально, но уже многих моментально. Аллилуйя. Вот Ярослав пишет, что ушла боль из руки. Супер. Друзья, если кто-то присоединился к нам позже, прослушайте эфир с самого начала. Войдите, особенно в начале эфира просто накрывало Божьей славой очень сильно. Прослушайте, посмотрите этот эфир с самого начала. И когда Господь вам удал говорить, подлагайте руки, сделайте, вы увидите, как даже через запись эфира пройдет, сила Божья проявится и вы получите исцеление. Отец, благодарю тебя, освобождается она от артроза, могущественным именем провозглашает чудотворение новых коленных суставов, всех составных жар пошел, покалывание началось. Артроз уходит и появляются новые хащи. спасибо Иисус. Кожа Оли очистись. Прямо сейчас сверхъестественно исцеляется кожа. Я в начале эфира говорил, то я вижу, как некоторых людей, как будто в ванну молоком положили и кожа стала отбелявка очищаться. Слава Горбуту. Хорошо, друзья, слава Богу. Настим Хан тоже свидетельствует, что надпочень горело, то холод, то жар, это исцеление. Друзья, у меня небольшое объявление. Слава Господу. я еду служить в Германию на следующей неделе 2, 3, 4 числа. 2, 3, 4 числа в городе Кассель я буду проводить служение исцеления, конференции исцеления, школу исцеления. Слава Господу. А вот Валера тоже, что нос исцелился 50 лет не дышал нос без капель. Слава Господу. 2, 3, 4 в Касселе будут служения, а также в других городах Германии, Мюнхене и в других сторонах. Поэтому наш эфир, друзья, переносит они на неопределенный трог. Но я постараюсь в Германии также выходить в эфир, постараюсь также служить вам. И я думаю, что будут также прямые эфиры служений. Будет мощно, просто мощно. Аллилуйя, слава Господу. Если среди находящихся в эфире есть братья и сестры, которые в Германии, напишите мне в электронную почту, я вам расскажу, где будет служение. Или дам телефоны с координатором у Жени. И думаю, что и в Польше будет служение тоже. Ага, вот, получила исцеление Светлана, слава Господу. Спасибо Иисус. Спасибо, Дух Святого. Благодарю Тебя. Изжога уходит, исцеляется пищевод во имя Иисуса Христа. Хребет пина галины выравнивается во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Поэтому, друзья, в среду не будет служения, вечернего эфира исцеления не будет, я буду в дороге. Пятницу, возможно, тоже не будет, потому что я буду проводить конференции исцеления. В субботу также не будет, потому что, ну, возможно, будет прямой эфир, я еще не знаю. Ну, думаю, что через неделю эфиры возобнят, даже если я буду там, у меня будет возможность проводить эфиры с вами. Хотя бы небольшие, короткие. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь, за все чудеса. Да, на моей странице в Фейсбуке будет полностью выложено, я уже начну выкладывать, у меня уже есть разрешение на выезд, слава Богу. Аллилуйя. Спасибо, Господь, во имя Иисуса Христа, Джон и Лео, Джон и Лео освобождается, прямо сейчас температура опускается в норму, и бронхи очищается по имени Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Легочная гипертензия удаляет от Тепана, исцеляет от Тепана. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святого. В Чехии и Праге я не знаю, честно сказать, друзья, ну, если меня пригласит в церковь провести служение, я приеду. Благословляю Алла, во имя Иисуса Христа, начинайте молиться от других людей. Я начал с улицы, друзья, просто молиться на людей за улицы и в магазинах. С этого началось мое служение. Спасибо, Иисус. Спасибо вам за пожелание и слава Горбану. Исцеляется Карина, освобождается, холод уходит из ноги и нога исцеляется. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя за это чудо. Дух немощи выгибан, разрушая кандалы, оковы. Карина, это из-за душевного состояния, из-за нервных переживаний, из-за постоянных ссор с Юрием. Вот то, что я слышу. хорошо, друзья, слава Иисусу Христу, слава Господу. Спасибо вам. Если кто-то хочет поддержать меня, поддержать мою миссионерскую поездку, есть реквизиты, написано под этим видео, в конце есть реквизиты мои. И если кто имеет побуждение Духа Божьего поддержать меня в этой миссионерской поездке, то как Господь побудет вас, так и делайте. Мы служим через любовь. Не ожидаем от вас, кроме просто доверия, уважения, любви и вера в город. Спасибо, Иисус. Освобождается Елена. Прямо сейчас ущемление уходит и микроинстрит уходит, а левая сторона оживает, а не менее уходит. Во имя Иисуса Христа мозг исцелись и инфульт выйдет, вон, давление приходит в норму, освобождается Евгения от Духа немощи. Спасибо, Господь. Слава Господу, Слава Господу. Оснаброк. Был я у вас, наброки. Аллилуйя. Эмилия, напишите мне на электронную почту, я вам покажу. Хотя на моем канале я выставлю ссылку, я выставлю флайер в Кужине. Ну, если хотите, напишите мне где-то в личку и я вам напишу телефон и координатор от Наброк. Это недалеко от Кассель. вот Наброк, вот Наброк. По-моему, там, возможно, я буду там. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Алла. Во имя Иисуса говорит, я провозглашаю исцеление для надежды, бесплодие уходит. Анатолий освобождает от последствий инсульта. Прямо сейчас слава Божьей сила, Божьи сходят на него, оживает руки, ноги, мозг, он встает, ходит, славит Бог. Спасибо, Иисус. Аритмия уходит от Игоря, кишечник очистит, сердце исцелит. Свобода. Простуда удаляет от Михаила и Елены. Прямо сейчас очищается тем могущественным именем Иисуса Христа. Благодарю тебя, Господь. Друзья, найдите меня в фейкбуке, подпишитесь, в ютубе, я буду стараться писать в хронике, где я буду, пока не могу ничего сказать. Хорошо, слава Иисуса Христа, друзья, благословляю вас, хорошо, еще несколько ответов. Во имя Иисуса Христа, косоглагия уходит от Эмилии, глаза выравниваются, прямо сейчас зрачки начинают тонать по центру. во имя Иисуса Христа, как ветер дует сейчас, глаза Эмилии исцеляются. Опухоль в груди Марины засыхает, прекращает питание к ней и удаляется по имя Иисуса Христа. Сердце Светланы Натальи исцеляется, простуда уходит. спасибо тебе Иисус, благодарю тебе за чудо, которое ты совершаешь. Спасибо Иисус, спасибо Отех, спасибо Духа Святого. Аминь. Хорошо друзья, слава Господу, если кто-то из вас, из России хочет поддержать тоже служение, напишите мне на электронную почту, и я покажу вам, как это лучше делать. Да, спасибо Сергеев, на броке Кассель рядом. Да, я помню, что это где-то рядом. Я был на броке, по-моему, когда проводил там служение. Боль в желудке уходит от Дзили исцеляет желудок во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, да это чудо. Кашель прекращается у Ирины, горло и легкие очистись во имя Иисуса Христа. Спасибо Дух Святой горячей воду пошел. Спасибо Господь. Отвобождается Наталья от немощи Паркинсона. Дух Паркинсона демон, родовой дух, выйди вон из нее. Выйди через кашель дыхания исцеляется Наталья во имя Иисуса Христа. Амин. Все, друзья, милого неба вам, Господом, слава Богу. Друзья, если вы побуждаете, Господь, молитесь за меня. Вы помните, да, апостол Павел даже просил, он говорит, молитесь за меня, чтобы мне были открыты двери, чтобы я мог идти Евангелие, проповедовать. И, друзья, если Дух Божий побуждает, я прошу вашей молительной поддержки для моей дороги, чтобы беспрепятственно я проехал, быстро доехал, без всяких задержек, чтобы на границе не было очередей, чтобы быстро проехать и приехать по методу значению, а также, чтобы я мог с верой свидетельствовать о славе Божьей, о Христе и его любви среди народов Германии, возможно, и ближайших стран. Поэтому, если Господь побуждает вас, молите, поддержите меня в молитве. И спасибо вам заранее, благодарю вам за вашу поддержку. Слава Господа, я нуждаюсь в вашей поддержке. Спасибо вам. Спасибо за вашу веру, щедрость и доброту. Благодарю вас и пусть ваши семена веры умножатся в вас много, много, много тысяч раз. Пусть Господь восполнит все ваши нужды, финансовые, бытовые, физические, душевные. Пусть отношения в семье восстановятся и пусть всякая зависимая будет разрушена. И пусть благодать Божья просто изливается изобилием восполняя ваши нужды через Христа. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Во имя История Елена сверхъестественная начинает говорить на немецком ускорено. Спасибо, Господь. Аминь. Все, друзья, миром Божьим благословением его. Господь. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...